и хрущевочка моя хрущевочка кстати вы знаете меня впечатление что я вернулась в 90 а мы с вами сейчас идем делать мне брови вот это вот окраска которая надолго в общем вот как было до сейчас еще оттуда сниму как было до и потом посмотрите как будет пол я думаю что после будет это я буду таджичка сначала и так было начинается это скоро станет нормой в общем вот так вот у нас видели вдруг ни с того ни с сего началось и я быстрее записывать конечно же план эвакуации ё-моё но это знаете такие пожарные выходы где выход я у нее спросила у работницы что за план то эвакуации какой у вас план мистер фикс есть ли у вас план она сказала что но это просто схема такая вот я знаю что вон та дверь через нее как бы нужно выходить я говорю а куда вы будете выходить если что она говорит ну на улицу в общем ни в какие не подвалы ни в какие места но людей как бы если что эвакуируют на улицу и дальше уже люди наверно уходят в разные стороны посмотрим что расскажет денис надеюсь у них в школе сегодня это не звенело и вообще я поспрашиваю здесь в округе как вообще везде во всех это магазинах было во всех ли каких-то вот предприятиях учреждениях тестируют это и зачем тестируют вот мне интересно для чего я понимаю что вот даже в те годы когда еще не слышно было ни про шмурдяк не просоплю не про что у нас частенько тоже были такие вот сирены как выгудели никого не таскали никуда но вот были сирены но вот в этот раз когда была сирена девочки там засобирались выходить уже потому что они впервые услышали вот это дело они засобирались выходить и мужчина который проходил там мимо охранник видимо этой службы безопасности он зашел сказал ничего не волнуйтесь мы тестируем просто систему никуда не уходите вот так но сначала было стрёмно на самом деле когда вот это вот даже сами девчонки испугались и вот эта сирена который говорит мне вот это вот было по громкоговорителю это длилось 15 аж минут без остановки но все ждали когда она замолкнет но она никак не замолкала у нас уже даже вот эти шаги сказали работницы и у меня тоже я было ощущение начинала болеть голова уши от вот этих звуков ну неприятно было поэтому я себе позволила такой маленький антистресс думаю пойду еще и live включу там почему нет в этом приятном кафе в котором практически всегда нет народа я так думаю что в это время дня наверно нет вечером наверное будет больше хотя мы вчера сидели там в пять часов вечера и там тоже не было народа ну в общем вот как то так я буду частенько там делать лайвы либо еще из каких-то мест мне все время хочется какой-нибудь кадр создать другой чтобы не надъедать с одними теми же видами смотрите какая тут подушка у мамы которым антистресс тут можно рисовать всякое на ней делать по-разному всякие штучки денис придет где-то примерно через час со школы прям вообще супер так много уроков прям вообще красота а на улице даже вылезло солнце поэтому мы сегодня пойдем в лес потом я вам сделаю несколько видео из леса а это такое авокадо прикольная да это маленькая вакант такое а мы вчера видели зашли в один магазин там было вот такое вот такое же только огромная такая подушка авокадо мне кстати она тоже очень понравилось смотрите такая у мамы тут картина висит красиво типа как шишкин лес это не шишкин лес мартынов какой-то мартынов и какой год понятно какой год где-то она приобрела такую картину масло марты кто знает мартынова художник так я чувствую я здесь пойду во все тяжкие то есть вот брови я сделала да тут предлагают еще ресницы нарастить какие-то которые не нужно будет красть и они будут постоянно как бы такие и утром встаешь такая с ресницами и ложишься спать с ресницами как-то далее в нашей программе как я уже говорила в моем лайве кто не видел кстати мой лайк посмотрите потому что было интересно мне так показалось что было ну неплохо получилось предыдущий лайф в котором я говорю про 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 всякое разное следующим номером нашей программы будет поездка ну не следующим может быть каким-то одним из следующим поездка в спа с девками мы поедем сделаем девичник там часа на два там запремся будем прям вкушать все эти массажи растирания скрабы там и так далее я вот думаю не уколоть ли мне снова губы я делала как-то здесь найти не то который вот создает объем ну как бы с ним более менее нормально а чтобы вот эту вот линию как бы потому что уже с возрастом немножко появляются такие мелкие морщинки но прошлый раз мне когда укололи как бы все нормально было единственно что вот здесь вот мне прокололи венку и у меня теперь это как два шрамчика здесь получается такие но вот не знаю что скажете уколоть не уколоть снова это не то что вот я говорю перемешки перемешки не будут а будет небольшой объем и будет более четкая форма как бы такая вот ну как бы вот эта линия которая крайняя она будет более выпуклая скажем так более объемная вот может быть сделать с волосами мне сказали ничего делать не нужно потому что и цвет и качество отличная но для моего возраста поэтому с волосами я пока ничего не буду делать и стричься не буду я хотела постричься покороче коры и сделать но наверное даже не буду то что у меня даже и кончики все в живом состоянии в нормальном так что пока останусь такой и знаете это такое антистресс вот эти все процедурки так вот сидишь делаешь от брови например мне делали час то есть нам них там 150 всяких маневров чтобы их сделать ровными и чтобы их окрасить равномерно чтобы получилось более-менее но сейчас они конечно немного темнее чем они будут там через несколько дней и плюс еще здесь гель наложен фиксирующий но чтобы вот они получились такие вот ровные и более-менее это нужно очень много манипуляции целый час она сама водилась на склад что она обычно делает полчаса на меня ушло час здесь еще есть такая процедура прям вот сразу и ресницы и брови называется ламинирование бровей и ламинирование ресниц и мне показали девочки фотографии на инстаграме как было до и как стало после может конечно для инстаграма они там чего-то делают манипулируют манипуляции но мне очень понравилось собственно говоря получается что все волоски то есть реснички и бровки волоски вот эти они как-то при этом ламинирование утолщаются и получается такой довольно таки хороший объем долго держится вот именно вот это ламинирование она держится три месяца тогда как вот эта процедура держится недельки три максимум как они сказали то есть каждые две-три недели нужно возобновлять стоит тоже недорого 90 ой 900 рублей вот брови например стоят если брови с ресницами по-моему там меньше двух тысяч даже в общем брови до 900 рублей это получается сколько это получается скажите мне денис мне вчера вечером сказал по секрету хочет тебе секретик скажу я говорю говори водку я тут блокнотик нашел и я теперь каждый вечер перед сном записываю как у меня прошел день то есть он ведет дневник представляете что у кого как а еще мы сегодня с денисом пойдем в один магазинчик мы вчера заходили туда с племяшкой это в общем магазинчик наших местных гастарбайтеров так скажем в подвале он находится и там чего только нет из одежды но конечно это все ширпотреб китайский да с таких вот сырой с рынков типа там ну барахолок до новая все совершенно одежда но такое типа пума типа там nike и так далее но подделка соответственно но я посмотрела они совершенно приличные и кроссовки и вот эти вот спортивные штаны там вот денис тоже купить какие-то до школы мы не разрешают с надписями здесь форма но можно приходить как бы в обычной одежде желательно в синий темно-синий у него есть брюшки темно-серые они подходят и он одевает голубую рубашечку такую в тонкую полосочку но у него одна эта рубашка я хочу ему купить что-нибудь такое однотонное и также штанов на на спорт и кроссовки которые не жалко убивать то есть те которые может здесь по грязи ходить но там приличный очень даже симпатичные кроссовки и цены тоже такие вот кроссовки там какие найка или пума там и так далее вообще не отличишь от настоящих то есть очень хорошо сделаны такие подкожаные как бы вот цены там например 1700 за кроссовки это сколько получается но около 20 евро где туда 20 чем-то там штанцы 700 евро 800 рублей то есть совсем тоже дешевые вот такие вот цены и там владеют говорю этим вот ну приезжие люди но уже конечно их нельзя приезжими назвать они уже здесь обосновались многие здесь уже давно живут семьи завели детей нарожали как бы давно уже все получили все гражданство и живут в нашей местности очень много очень но это вот если взять марсель например во франции вот это вот прям вот вот она взять какую-то экскурсию или купить билеты в цирк на данный момент что мне не очень тянет честно говоря потому что здесь вот такое ощущение приятное в наших пенатах что здесь совершенно никто нигде не носит маски ну кроме того что вы видели барменов баре там который ну может быть у него там какие-то свои взгляды либо его заставляют а молодой мальчик работал может быть какой-то вот только пришедшие может быть хозяин заставляет его одевать ну и на некоторых кассах тоже я видела что сидят в и в аптеке нет в аптеке нет они готовы вас там лампы какие-то светят ну и вообще сами посетители магазинов нигде никто никому не делать некие замечания ты ходишь я говорю как в 90 совершенно без этого ощущения впечатление что только там в европе вот это вот жесть происходит а здесь такого вообще нет то есть мы вернулись в прошлые года у меня даже есть желание записать небольшие ролики о том что вот я в красной зоне посмотрите но на французском я в красной зоне иду вот магазин я в красной зоне иду в ресторан там ну везде даже там в административное здание я в красной зоне иду в куда там в аптеку до без то есть это будет очевидно и невероятно и такие видео мне кажется вот так вот послать друзьям даже своим или там на фейсбук выложить показать как именно течет жизнь в красной зоне посмотрите а сейчас я пошла чистить картошку картошка здесь просто она такая рассыпчатая желтенькая такая прям даже чуть сладкая какая-то прям вообще супер какая-то молдавская картошка я пошла чистить картошку и мне сын притащил говорят это обязательно должны попробовать копченые ребрышки а эта песня и дыня сейчас покажу какая дыня сейчас покажу вам эту дыню смотрите это половинка дыни то есть вот для тех кто живет во франции да вы помните какие у нас там дыни милун называется вот такая вот малюсенькая но я вам передать не могу запах запах такой это что-то это вот сын уже отрезал половинку смотрите арбузы тоже продают вот такие вот огромные надо будет как-нибудь купить арбузик тоже друзья такой вопрос к моим подписчикам постоянным либо новым либо только зашедшим вот представьте канал до изначально у нас заявлен канал такой дерзкий хозяева мира он был создан как вы помните после того как моих мой я канал я на во франции прежний канал был удален просто без предупреждения весь снесен в 250 видео разных наших походов гуляний там и так далее потраченного моего времени собственно обработку этих видео и поэтому я завела вот этот канал потому что я считаю и себя хозяйкой мира и вас хозяевами мира и моего сына ну то есть всех нас людей обычных хозяевами этого мира поэтому канал называется хозяева мира на аватар я поставила дулю дуля это как отворот от нечисти от всякой и в том числе ну против тех которые вот мне мешали в жизни теперь эту дулю можно показать тем кто мне ставит дизлайки постоянно вот кто это стопудово хулий ходит и не дизлайкает хулий уже успокойся иди клюй как говорится в общем вопрос такой чтобы вы посоветовали поставить на аватарку потому что мне сама уже честно говоря надоело это дуле на аватарки а плюс все подписчики тоже говорят заходишь на твой канал как-то отталкивает этот дуле может быть поэтому у меня как бы замедлилась подписка людей не хотят подписываться на мой канал посуду ли там это висит что можно поставить за место дули на канал который заявил себя хозяевами мира посоветуйте в комментариях